Пункт назначения 3-я оленбригада Казымской оленеводческой компании. Здесь выпасают более 3000 голов оленей, а пастухов всего четверо. Нехватка кадров – больной вопрос во всех бригадах. У нас проблем пастухов не хватает. Нет молодёжи-то у нас. Что было, что нужно. Давайте, говорите. Школу открыть. Школу оленеводов? Да. Ну а почему нет? Это действительно может стать выходом из ситуации. Обучение профессии на месте, в Югре. Обучать нужно именно того, той профессии, которой сегодня необходима экономике. Это тоже наша экономика оленеводства. Поэтому в этом направлении тоже поработаем обязательно. Кочевать со стадом и жить безвыездно в тундре обученная молодёжь вряд ли захочет. Поэтому рассматривают вариант корального или оседлого оленеводства. На Ямале пошли на то, что они несколько показательных хозяев сделали. Занимаются коральным оленеводством. Туда молодёжь ездит с Алихарда, вахтой. На месяц, на полтора, потом две недели в Алихард к семьям дома. Может, нам здесь в районе тоже попробовать, как эксперимент сделать некое, ну, обустроить, чтобы там нормальные условия. Дом, баня, наверное, некая скважина. В районе сейчас более 16 тысяч голов оленей. Это и стадо оленкомпании, и личные подсобные, и фермерские хозяйства. Сохранить отрасль необходимо, но принимая взвешенные решения. У нас в Белоярском районе пока поголовье оленей сохраняется. Да, половина содержится в частном оленеводстве, в крестьянско-фермерских хозяйствах, а половину в оленеводческой компании. И вот, на мой взгляд, поэтапный переход на коральное оленеводство, по крайней мере, с этим все согласились. Я уверен, что мы в этом направлении будем двигаться. Здесь нельзя резко принимать какие-то решения. Вот буквально раз в сегодняшний день будем делать так. Надо работать степ-бай-степ. Обязательно попробовать, по небольшому стаду попробовать в Корале завести. Позволит ли оленеемкость этого пастбища именно в Корале содержать, не позволит. Это надо все пробовать, нужно изучать территорию. Ну, вот сегодня такие задачи поставлены были и администрации Белоярского района, что именно изучить территорию, попробовать подобрать именно места, где можно размещать, и обязательно эти места осмотреть и с оленеводами, потому что они только специалистам могут сказать, подойдет территория или нет. Все озвученные оленеводами проблемы приняты к сведению. Обсуждение путей решения и мер поддержки продолжится в рабочем порядке.